Приветствую вас. Благодарение Богу за возможность быть в Доме Божьем. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале ТБН на Вера24. Но от всего сердца я хочу особенно поприветствовать всех наших драгоценных амичей, сибиряков, церковь Жатва и всю Омскую епархию. Благодарение Богу пандемия отступает и вновь и вновь Слава Божьей набирает обороты. Сегодня у нас непростая тема. Сегодня я буду говорить о капканах проклятых благословений. И можно сказать, что в самом названии уже присутствует какое-то противоречие, и мы постараемся сегодня с этим разобраться. Первый текст Священного Писания, он написан в книге Иисуса Навина, пятой главы. Книга Иисуса Навина, пятая глава. Девятый текст и ниже. И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы с Таном в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресно-кисушеные зерна самый тот день. А манна, обратите на это внимание, перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли. Мы говорим об израильском народе, мы говорим о том, что в их жизни настал момент, когда они перешли за Иордан, оказались в пределах Иерихонских. Это место было Галгал. Именно в том месте перестала сверхъестественно падать манна, которая окормляла Израиль вот уже сорок лет. И вдруг раздается голос Божий к Иисусу Навину, который был предводителем народа Божьего после Моисея. И сам Бог говорит ему, ныне в этот день снято с вас посрамление египетское. Обратите внимание, драгоценные друзья, Писание говорит два слова, посрамление и посрамление египетское. Что такое посрамление? Мы понимаем, что это стыд, мы понимаем, что это ограничение, Мы понимаем, что это желание людей иметь что-то, влиять на что-то, но абсолютно не имея никаких на это сил. Поэтому мы понимаем, что главный враг душ человеческих, сатана, лжепророк, антихрист, который влияет на жизни людей через проклятие, он ограничивает, прививая стыд в совести, в жизни, принося проклятие, разрушая жизни, судьбы, семьи. И многие люди, рождаясь в нищете, в грехах, в беззакониях, они не могут по-настоящему жить полноценной жизнью. Для этого Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы снять посрамление. И мы начинаем пророчески смотреть на Израиль, как Бог двигался в их жизни, когда Египет главенствовал над Израилем. И мы понимаем с вами на примере вот семьи Давида. Вот я очень рекомендую всем исследовать эту семью, посмотреть внимательно на Давида, на его священство, на его детей. Есть одна удивительная история, она очень печальная история, во второй книге Царств, 13 главы. Эта история говорит о сыне Давида Амноне и о дочери Давида Фомари. Фомари была красива, благословена, и вдруг почему-то Амнону подумалось, что он имеет право на близость со своей собственной дочерью. Он замыслил определенные планы, заманил ее в свой дом, изнасиловал ее, а она имела прекрасные царские цветные одежды, которые подчеркивали ее непорочность и благословение, принадлежность царскому роду. И когда она умоляла Амнона, чтобы он не делал ей этот срам, стыд, проклятие, она говорила ему о том, что не делай это безумие в Израиле, остановись. Но он взял ее силой, разодрал эти одежды, забрал ее благословение и после этого сказал своему слуге, теперь выгони эту девушку, выгони. Она так плакала и рыдала, и она говорила, то, что ты делаешь со мною, вот второе, это хуже, чем первое. Я думаю, интересно, что может быть хуже первого, когда кто-то пережил на себе насилие, но тот стыд и позор, который был положен на ее совесть, на ее жизнь, после первого насилия для нее был намного хуже. И она сказала, ты делаешь эту боль для меня намного больнее. Но ее выгнали, она покрыла пеплом голову, разодрала одежды, и она осталась безбрачной до конца дней. Почему? Потому что кто-то сделал над ней насилие. Если вы помните, то Авесолом, другой сын Давида, он впоследствии убил Амнона, потому что Авесолом и Фомарь, они были от одной мамы, они были кромными братом и сестрой. И он отомстил, потому что за всякий грех и за всякое насилие придет воздаяние и возмездие. И Авесолом планировал сделать это и осуществил. Но я думаю об Израиле, как она похожа на Фомарь. У них тоже цветные одежды. Бог открылся им. Бог дал им право познавать его. Никто... На этой земле много было разного народа, который поклонялся идолам и в жертву детей своих приносил. Но только Израиль поклонялся Господу, и они не поклонялись никаким изображениям. Настало время, когда Израиль оказался в Египте. Мы помним эту удивительную историю с Иосифом, когда он был собственными братьями и продан в рабство. Но Бог поднял Иосифа, он стал вторым человеком. Он накормлял все народы, приходившие за хлебом в Египет. И мы понимаем, на протяжении 400 лет последствия Израиля остался на египетской земле. И Египет глумился над Израилем. Их цветная одежда, принадлежность царскому роду была потоптана, разорвана, была покрыта посрамлением. Это больно. На самом деле, что не имел Израиль? В чем в Израиле заключалось посрамление? Почему Бог по отношению к Израилю хотел снять с них это посрамление? И мы видим с вами первое посрамление. Израиль не имел свободы. Настоящий стыд, настоящее посрамление, оно сокрыто в духовном мире. Стыд первородного греха, когда люди больше стали слушать врага дьявола, нежели послушали Слово Божьему. Через это, через Адама и Еву на эту землю пришел грех. И люди были проданы греху. И сатана. И многие знают, сатана как глумился над жизнями, над судьбами многих людей. Второе. Мы видим, что дети, которые сыновья, которые продолжатели рода, которые несут фамилию семьи, это сильные, благословенные, которые должны были заботиться о родителях. Они не принадлежали израильскому народу. Войны фараона приходили и забирали сыновей. Что они делали с ними? Они брали это сильное начало и перспективное благословение. И бросали в Нил, скармливали их крокодилом. И третье, что не имел Израиль. В чем было их посрамление? Они не имели никакой собственности. Они не имели ни возможности своей земли, ни экономической состоятельности. Они были рабами. Их дети не принадлежали им. И они ничем не владели. И вот эти три составляющие показывают нам, что такое суть посрамления, которые Бог Отец хотел снять с Израиля. Но давайте только подумаем, на самом деле, как сильно родители переживают за своих детей. Бог является Отцом всех нас. И Он, Который сотворил нас, переживает за всех нас. Хочет, чтобы мы были благословены. Но вот кто из присутствующих здесь, в этом зале, имеет деток, внуков, может, правнуков, махните мне святой своей рукой. Но посмотрите, большое количество людей. Я тоже имею благословение, имеет деток. И я понимаю, что когда мои глаза, отцовские глаза, видят, как дети что-либо делают хорошего, доброго, благословенного, как у них что-то получается, о, как радуется сердце, как внутри тебя ликует, как будто ты завоевал все победы на этой земле. Почему? Потому что дети твои, они делают что-то правильное, и им это приносит радость. Так, Бог Небесный, Который переживает за своих детей, Который имеет для нас лучшую судьбу, чем та судьба, которую определил для нас духовный Египет. Вспоминайте послание к Ефесской Церкви, 2 глава, 1 стих. Библия говорит, вас, мертвых, по преступлениям, грехам вашим. Бог оживотворил, воскресил, посадился Христом. То есть, другими словами, мы все были проданы греху. Мы все знали, что такое египетское рабство. Физически многие из нас знали, когда вы уверовали во Христа, приняли его в свое сердце, Стали делать первые шаги к Господу, в церковь, в домашнюю группу. Что происходило в вашей жизни? Я скажу за себя точно. В мою жизнь вдруг обрушились такие заботы, такая суета, звонки. Люди, которых сто лет не было в моей жизни. Тут они появились. Они зовут меня на свадьбы, на похороны, на рыбалки, на шашлыки. Они тянут меня в разные стороны. Когда? Именно с субботы на воскресенье. Когда я положил в своем сердце желание идти в дом Божий. Другими словами, в духовном мире враг дьявол, он борется за человека. Не борется во благо, а борется во зло. И мы понимаем с вами, когда наступил момент, и Моисей ушел в вечность, и власть духовная была передана Иисусу Навину. И пятая глава Иисуса Навина, когда он перевел их через Иордан. И вдруг Бог заговорил с ним. Как сегодня наш брат Стефан сказал, когда Бог заговорил с ним, когда он лежал в нужде на определенной кровати, Бог заговорил в его сердце. Вот это долгожданные слова. Когда Бог начинает говорить с человеком. Когда Иисус Навин в ожидании, что же будет дальше? И вдруг Слово Божье говорит, ныне я снял с вас постромление египетское. Бог, который первый заинтересован убрать с нашей жизни всякий стыд, убрать всякое рабство, убрать, понимаете, когда ты видишь глаза матерей, которые в вере стоят, молятся за свое родство, которые переживают за своих детей. Я видел эти глаза, я видел эти слезы, я видел это рыдание на взрыв, когда родители молились за деток, которые стояли спиной к Господу. Творили беззаконие, употребляли наркотики, выпивали, которые делали наколки на теле и многие другие вещи. Родители имели сокрушение в своем сердце, плакали перед Богом. Почему? Так как египтяне забирали сыновей у Израиля, так враг дьявол хочет уничтожить духовное наследие поколения наших детей. Но Бог за то, чтобы наши дети были крепкими в вере. Ну, аминь или не аминь. Бог за то, чтобы наши дети знали нашего Господа. Они не поклонялись идолам, они не были проданы греху. Они ходили в свободе, имели благословение от Господа. Итак, драгоценные, в чем же тогда весь вопрос, почему мы говорим о капканах проклятых благословений? Если третья сторона посрамления, это то, что Израиль не имел никакой собственности, они были рабами на чужой земле, работали на чужого фараона, ничем не владели, ничего не имели. Иногда ты смотришь на чудных ребят, которые пришли с этих колчаковских фронтов в реабилитационный центр. Ни здоровья, ни авторитета, ни каких-то там экономических сил, кроме как тобой жизнью интересовались судебные приставы и какой-нибудь еще оперуполномоченный, больше твоя судьба никому не была интересна. И вдруг ты смотришь, как из этих слез, из этих болей поднимается новый человек. Он говорит, Боже, прости мне мои грехи. Вдруг просветлели глаза. Когда он говорит, Господь, дай мне милость иметь силу работать, производство, служение, какой-то талант, дар, иметь какую-то профессию, вдруг ты видишь, у него начинает что-то получаться. Он, может быть, эту корову там обнимает, или, может, редисочку высаживает. Прямо сейчас в зале вижу парня, у меня лично фотография есть, когда он только пришел на реабилитацию, и он в огороде копался, он говорит, никогда на земле не сидел. Для меня это было что-то. А вот в реабилитационном центре тринц-тринц редисочку эту присаживал, и потом радость, она начала расти. Любой мужчина хочет иметь в себе силу, чтобы оказывать заботу о тех, кто рядом с ним. Мужчины, скажите, аминь или нет? Аминь какое-то было не очень сильное, но аминь или не аминь? Вот, совершенно другой аминь, такое сытое, благословенное. Потому что каждому мужчину Бог заложил потенциал. И если у мужчины нет этой силы, как словно в Израиле, мужчина под посрамлением, он под грехами, он под зависимостью, его духовная жизнь на нуле. Может быть, он многие вещи в жизни перепробовал, но совесть его, она просто как обанкротчена. И этот мужчина, он, который оказывается в жизни, где-то семья, где-то родители, где-то детки, и он не может что-либо сделать по отношению к своим родителям. Согласимся, что абсолютно правильно, когда дети начинают заботиться о своих родителях. Ну аминь или нет? Это приятно, это благословение. Всю жизнь родители заботятся о детках. Да и аминь. Когда я приезжал к своей драгоценной бабушке, невозможно было выйти от нее, не взяв 3-4 пакета, положив рюкзак на шею, и чтобы она сказала, а вот теперь ты можешь идти. И я всегда знал, я хотел ее видеть, я хотел быть у нее, но я никогда не хотел таскать вот эти пакеты. И я понимал, как она последняя от себя где-то достанет, сэкономит, что-то прикупит, какие-то красивые вещи упакует, и она ждет своих внуков. Они придут, и она, мой старший брат присутствует здесь, он не даст мне преувеличить. Наша бабушка вот с огромным сердцем, с великим сердцем. Потому что иногда ты говоришь ей, хватит, не надо, мы уже сами сможем. Она, нет, иди сюда. И тогда, когда ты начинаешь заботиться о них, первый цветочек, первая какая-то забота, первая оплата коммунальных услуг, и ты понимаешь, они иногда не способны принимать от своих детей. Они думают, что, ой, нет, дайте это сделать мне. Но абсолютно правильно, когда мы используем силу, которую дал нам Бог, и начинаем заботиться о своих родителях. Мужья должны заботиться о своих детях. Я прекрасно понимаю, что значит невозможно, знаете, исполнить все, как бы, запросы своих детей. У нас всегда была молитва, вот там хотели на море, вот хотели на море. И мы не могли никогда, семьей до сегодняшнего дня, всей семьей мы никогда не были на море. И понятно, что дети начали молиться. И вдруг руководство Российской Церкви, начальствующий епископ, Сергей Владимирович, вы должны быть в Крыме, там проповедовать и все. Я говорю, а мы не можем, не отставить, ну-ка, чтобы быть. И знаете, раз самолеты полетели, билеты кто-то купил, мы с детками уже едем, шух, на море. И супруга там нам только рукой помахала издалека. И я в сердце своем думаю, ну почему мы не можем вот так все вместе? Ну вот ты чувствуешь, что какая-то, в чем-то неполноценность у тебя. Где-то у тебя есть какая-то внутренняя пробуксовка. Когда Бог снимает с человека экономический стыд, посмотрите, как цветет мужчина. Посмотрите, как женщина на кухне, когда холодильник здесь, плита готовит, газ включен, молочко стоит. Посмотрите, как она рада, как она готова принять гостей. Нету стыда, нету ограничения. Есть только внутреннее счастье и благословение. Было время, мы сами банкротили свою жизнь. Было время, мы творили разные беззакония, непонятно куда, запускали последние деньги, травили свое здоровье. Но сегодня, когда Бог стал компенсировать и благословлять, когда мы слышим, как Он говорит Иисусу Навину, ныне я снял с вас постромление египетское, ныне я снимаю с вас грех, я отдаю вам право влиять на своих детей, и я даю вам силу иметь благословение финансовое. Ну, это на самом деле великое, полноценное благословение. Я понимаю, драгоценное, а в чем тогда вопрос этих капканов, проклятых благословений. Посмотрим одно место священного писания. Оно написано в книге Второзакония. Давайте сразу книга чисел. Прошу прощения, книга чисел. 32 глава, 1 стих. Время летит стремительно. Мы прочтем этот текст. Чисел, 32 глава, 1 стих. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иазер и земля Галаат есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Иазеру, священнику и князьям общества, говоря, Аторов, Дивон, Иазер, Нимра, Есивон, Илеанев, Севам, Нева, Веон, земля, которую Господь поразил предобществом Израилевым, есть земля годная для стад. А у рабов твоих, обратите на это внимание, стад весьма много. И сказали, если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым, «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их в Кадес в Арне для обозрения земли. Они проходили до долины Есхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую дает им Господь». Вы, пожалуйста, прочтите эту главу полностью, вы впоследствии увидите, как сердце этих людей было изменено через покаяние перед Моисеем. Впоследствии они пошли воевать, и земли эти также они оставили себе. Но сам прецедент, представьте себе, 12 колен Израилевых, у них есть четкое видение, Бог вывел их из Египта и ведет в обитованную землю, чтобы впоследствии снять с них посрамление и сделать из этой нации полноценную нацию, которая имеет свободу, имеет будущее в детях и имеет экономическую состоятельность. И вдруг два колена в определенный момент приходят к Моисею, и знаете, и так издалека. Они говорят ему, если мы нашли вот благоволение в очах твоих, и прям в глаза ему смотрят, и он думает, вот когда люди вот так начинают, вот что-то тут очень интересное. И они говорят, ты знаешь, вот такая прекрасная земля, ну та, которую Бог нам обещал походу лучше, но это тоже очень хорошее. А можно мы здесь останемся? Можно мы чуть-чуть сотворим разделение? Пускай 10 колен идут, а мы останемся здесь, страдать будем на этой чудной земле. Можно или нет? Есть один аргумент, почему это важно. Почему? Понимаешь, стад у нас очень много. Мы вот пока шли, как-то вот эти шли, шли и расплодились, размножились. Там купили, тут приобрели, тут построили, тут родили, тут у нас овцы, тут омны, тут ослики, тут кони. Тут как-то вот раз посмотрели и подумали, а зачем нам уже та земля, которую Бог нам обещал? Когда то, что мы посчитали для себя важным, мы уже имеем. А то, что Бог считал для нас важным, это уже для нас не стало важным. Для Моисея это была такая боль. Моисей посмотрел им в глаза и сказал, вы хотите отвратить народ Божий, чтобы они не шли по воле Господа в землю новую, там, где я сформирую целое государство? Что вы делаете, говорил Моисей. Это неправильно. И вдруг Моисей перебрасывает эту мысль на их отцов. Ваши отцы, говорит, поступали точно так же. Посмотрите, этот момент параллели очень важен, потому что влияние мышления, воспитание, культура, она формирует наше поколение. Если родители, они не будут почитать своих родителей, дети не будут почитать их родителей, тогда, когда они будут видеть жадность, скупость, пьянство, сквернословие в семье, а родители будут говорить детям, мы-то мы так, мы взрослые, а вы так не должны делать. Дети не слушают, что вы говорите, они копируют то, как вы поступаете. И поэтому, если были у Моисея люди, на которых он возложил человеческую надежду и сказал, вы главы поколений, вы идете в землю, посмотрите, исследуйте ее, придите с вдохновенным словом, придите, скажите, что мы сможем это завоевать. Они пришли, и посмотрите, десять колен сказали, нет, а только Иисус с нами, и Халиф сказали, мы сможем, потому что Господь с нами. А здесь математика поменялась. Десять колен, уже изменили мышление. Они сказали, Моисей, мы с тобой. Даже если у нас что-то есть из материального, это не помеха, мы идем дальше, куда направляет нас Бог. А два колена соизволили посчитать всех свои стада и сказали, наши благословения, которыми благословил нас Бог, они не дают нам возможность быть такими гибкими и послушными, чтобы двигаться по воле Божьей в землю, которую Господь нам завещал. Драгоценные, сидящие в зале, смотрящие нас на телевидении. Скажите, пожалуйста, чем еще не благословил нас Бог? Если мы проанализируем немножко и уйдем в прошлое, и посмотрим, что в нашей жизни было, что в нашей жизни есть сейчас. Я сегодня уже утром встретился со многими людьми, которые когда женились, не могли иметь деток, и были приговоры в их жизни через врачей, которые говорили, невозможно. Я видел многих людей, которых были приговоры, что у них или печень, легкие, здоровье. Жить не будет. Но они родили деток, они живы, они имеют благословения. Я лично молился за многих ребят, которые говорили, работы нет, надо работать. Хочу заботиться о жене, хочу, чтобы дети видели солнце, покушали хлебушка, оказались на море. Это абсолютно нормально и правильно. И вдруг Бог стал благословлять. Появились машины, появилась квартирка, появилась новая одежда, появился там, супруга стала, приободрилась сразу. Как-то что-то начало шевелиться, двигаться. И потом на некоторых людей смотришь, звонишь, а там так в телефоне, пи-пи, и трубочку не берут. А потом говорят, пастор, еще на одну работу устроился. Ну, уехали отдыхать. Ну, воскресенье, да, день для Господа. Ну, у нас шашлычки замаринованные. Ну, как бы, ну, понимаешь, ну, мы скоро появимся, мы скоро будем. И я думаю, если бы я оказался так на меня, я не сужу, но я просто думаю о том, что когда мы молимся, не имея ни кола, ни двора, ни здоровья, ни авторитета, ни рубля в кармане, ничего, когда мы кричим в небо и говорим, выведи нас из Египта, дай право иметь детей, дай профессию, чтобы можно было трудиться своими руками. И Бог Небесный говорит, возьми, сын мой, я буду радоваться за твои победы, я буду благословлять тебя, я буду всегда сопророждать твою жизнь. И когда человек начинает обрастать благословениями, когда его жизнь набирает сил, независимость, тогда от этой независимости он и говорит, Моисей, иди дальше своей церковью, иди дальше в своих церковных нуждах, иди дальше, миссия на весь мир, иди дальше в своих мечтах и планах, которые сказал тебе Бог. А мы останемся здесь, у нас аргумент. Мы так имеем много ответственности, много заботы и много работы. Драгоценные друзья, я обращаюсь к вашему сердцу, и я хочу подчеркнуть и сказать сегодня каждому из нас, Бог, который дает нам свои благословения, которые выражаются в здоровье, способности видеть, слышать, иметь семью, рождать деток, способность зарабатывать, разве мы можем через неправильное отношение переформатировать в проклятие. Библия говорит нам в книге Второзакония, это последнее место священного писания, книга Второзакония, 16 глава, 11 глава, 16 стих, «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведения своих, а вы скоро погибнете на доброй земле, которую Господь дает вам». Посмотрите, как серьезно и строго Бог реагирует и говорит, «Я землю добрую вам дал, вы пришли в себя, все встало на свои места, но как же можно теперь на доброй земле погибнуть? Мы не погибли на земле злой, Бог сохранил нас, мы не погибли, когда вот так смерть с косой стояла над многими, и Бог вытащил нас и дал нам благословенную землю. Неужели мы должны погибнуть на доброй земле? В чем вопрос в нашем отношении? Я хочу привести вас всех к тому, чтобы помолиться сегодня за то, чтобы Бог вывел из посрамления многих людей, чтобы мы по-новому, с благодарным сердцем, с щедрым сердцем, с сердцем полным смирения, в зависимости от Господа, посмотрели на свою сегодняшнюю жизнь. Первое, что я хочу сказать, драгоценные, Бог снимает с нас посрамления первородного греха через веру Иисуса Христа. Сегодня любой человек на этой земле может сказать, «Прости меня, Господь», и Господь придет со своим милосердием и прощением. Второе, я верю и благословляю всех родителей, кто смотрит нас и кто присутствует здесь. Где бы сегодня не были ваши детки, мы верим и благословляем, чтобы ваши дети служили Господу. Третье, мы будем благословлять и молиться за финансовую состоятельность каждого мужчины и женщины, чтобы народ Божий не жил в нищете. Народ Божий, скажите, аминь. Что нужно для этого делать? Нужно помнить, что обогащает тебя Господь. Нужно быть в единстве со своей церковью. Нужно развивать в своем сердце щедрость и отношение к родителям и своей поместной церкви. Нужно в сердце своем всегда хранить то, что Бог для тебя сделал. Я благословляю каждого брата и сестру, каким бы ни было посрамление сегодня в твоей жизни. Я молюсь о том, чтобы Бог дал благодати тем, кто не может рождать, чтобы посрамление бесплодия ушло с их жизни. Я молюсь, чтобы Бог благословил экономически многие семьи, людей, желающих трудиться, но что-то не получается. Я благословляю всех тех, на ком висит посрамление, что с родителями нет каких-то отношений. Молюсь, чтобы Бог дал благодати. Но больше всего молюсь, чтобы Бог очистил ваше сердце. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok